СМОТРИ ВОБА Критическое самоубийство Штрахе, как немецкие журналисты рассказали о чрезмерной любви вице-канцлера Австрии к российским деньгам. Грех молчания. Фильм польских документалистов о священниках-педофилах может пошатнуть позиции правящих в стране консерваторов. 512 миллионов граждан из 28 очень разных стран. Единая Европа выбирает себе парламент на ближайшие 5 лет. Эти выборы называют самыми масштабными из транснациональных. Возможно, они станут последними для Великобритании. Кстати, партия Найджела Фараджа, агитирующая за Брекзит, лидер в королевстве по всем опросам. Вообще прогнозы для нынешних руководителей Единой Европы неутешительны. Противники ЕС, те, кого принято называть популистами и евроскептиками, усилят свои позиции в парламенте. Получить большинство им вряд ли удастся, но Европарламент станет более раздробленным в своем видении Старого Света на ближайшие 5 лет, по крайней мере. Как европейские медиа освещают выборы в Европарламент? Какие дают прогнозы на итоги голосования, которое уже идет полным ходом? Кто лучше, левые или правые, консерваторы или либералы? Голосовать нужно за Единую Европу или против нее? Размышляя над этими вопросами, европейские медиа одновременно вынуждены объяснять аудитории, что такое Европарламент, чем он занимается и как проходит голосование. Европарламент принимает общеевропейские законы, утверждает бюджет ЕС и его руководство. Большая часть работы проделывается в Брюсселе, но официально он расположен во французском городе Страсбург. Европейские граждане сейчас выбирают 751 депутата, из которых будет состоять новый созыв Европарламента. В одних странах, как в Италии, депутаты представляют отдельные регионы, но в других, как в Германии, например, всю страну в целом. Количество кресел зависит от населения. В выборах от разных государств участвуют местные партии и другие кандидаты, но позже они все объединяются в крупные парламентские группы. После выхода Великобритании из ЕС количество евродепутатов сократится с 751 до 705. Накануне выборов в каждой из стран ЕС идет напряженная политическая борьба, в том числе и за простое внимание избирателей. В Венгрии, например, СМИ подконтрольны правящей партией Фидос, и даже политических старожилов, вроде партии Йобик, на телевидение не пускают. Новичкам приходится прибегать к трюкам, чтобы привлечь аудиторию, например, ходить на эфиры в костюме курицы. В странах, где ситуация со свободой слова получше, разнообразные партии-новички имеют возможность рассказать о себе и на улице, и в интернете, и в телевизионных ток-шоу. Выбор в том, быть Европе либеральной и свободной или отдать ее олигархам, консерваторам и националистам. Я хочу демократической страны, а Польша – государство недемократическое, и никогда им не было. Референдумы у нас необязательны, и партия власти каждые 4 года может делать со страной, что и издумается. Пираты – либералы, кукиз – консерваторы. Между собой они пока не сталкивались, потому что работают в разных странах. А вот споры между идеологическими противниками внутри одного государства нередко выходят за рамки. Вы в своей рекламе пугаете избирателей толпой иммигрантов с темными лицами. Я не против темнокожих людей. Я на одной из них был женат. Но это абсолютно ложная картинка. Из Европы к нам едут европейцы. А по-вашему, писать нафиг Брексит в листовках нормально? Это честно, это прямо. Таким языком говорят простые люди, которых вы якобы представляете. Главный вопрос, который приходится сейчас решать европейским избирателям – это будущее ЕС. Останется ли Европа единой даже после Брексита? Или, к примеру, Великобритании последуют другие? Евроскептики агитируют избирателей на митингах в Италии, Франции, Германии и других странах. Но и сторонники единой Европы тоже выходят на улицы. О возможном влиянии на выборы в Европарламент политики разного уровня заявляли с самого начала избирательной кампании. Чего здесь больше – оправданные предусмотрительности или алармизма – гадать не станем. Но когда речь заходит о вмешательстве извне, Россия первая под подозрением. Разумеется, официальная Москва назовет подобные заявления беспочвенными в духе западной русофобии, но примеров российского вмешательства последних лет достаточно. Речь не только о пригожинской фабрике троллей или российских военных хакерах ГРУ. Кремль открыто поддерживает популистов и крайне правых политиков Европы. И все они создают коалиции, союзы и стремятся в Европейский парламент. Глава итальянской партии Лига, вице-премьер Матео Сальвини, любит в майке с портретом Путина регулярно ездить в Москву. Глава французского национального фронта Марин Липен носит другие наряды, но не менее частый гость в России. И в прошлом получила кредит на 9 миллионов евро от банка с российским капиталом. Деньги не пахнут, посчитал еще один европейский политик, теперь уже бывший вице-канцлер и лидер праворадикальной австрийской партии «Свобода» Хайнс Кристиан Страхе. Немецкие журналисты опубликовали видео его частной беседы с загадочной племянницей русского олигарха. После этого Страху ушел в отставку, а Австрию ждут досрочные парламентские выборы. На политической карьере второго по значимости политика страны поставлен крест. Политическая бомба «Скрытая камера» засняла разговор вице-канцлера Австрии Хайнса Кристиана Страхе и замглавы партии «Свободы» Йохана Гуденуса, который состоялся во время их отдыха на Ибице незадолго до выборов. В июле 2017 австрийские политики из партии «Свобода» разговорились с якобы племянницей русского олигарха. Послушайте, если она за пару недель до выборов возьмет газету под контроль, то у нас будет преимущество. Если 2-3 недели перед голосованием газета будет нас продвигать, мы получим не 27%, а 34%. Двое ведущих австрийских политиков мило обсуждают с малознакомой женщиной манипуляции властью и возможную компенсацию за помощь. Страхе предлагает российским компаниям государственные контракты на строительство по завышенным ценам. Кроме того, он упоминает сомнительные пожертвования фонд и его партии. Племянница олигарха оказалась подставной. Никаких сделок с Россией политики не заключили, но Австрия возмущена. Видео, которое мы посмотрели, которое, несомненно, всех нас потрясло, свидетельствует о потенциальном нарушении закона. Мне стыдно. Я до сих пор не могу поверить, что все это произошло. Вице-канцлер Страхе извиняется и подает в отставку. Во время этой встречи, которая длилась 7 часов, во время моего отпуска летом 2017-го я был под влиянием алкоголя. И то, что я говорил с точки зрения трезвого человека, катастрофа. Коалиция распадается. Канцлер назначает досрочные выборы в парламент. Скандальное видео, отставка, новые выборы. Это был самый длинный день в истории австрийской политики. Это что-то невероятное. Буквально за 20 часов встряхнуло весь политический фундамент республики. И все это из-за одного видео. Кто и зачем записал скандальное видео, почему его опубликовали сейчас, накануне выборов в Европарламент, неизвестно. Скандал вокруг Штраха – не только его личный провал, но и возможная неудача австрийской партии «Свобода» на выборах в Европарламент. И это не единственная угроза для консервативных сил в ЕС. В Польше под сомнением оказался успех правящей партии «Право и справедливость». Причина – фильм польских документалистов о священниках-педофилах. Картина «Только никому не говори» собрала миллионные просмотры по всей стране. Она по-настоящему шокировала поляков. Ведь Польша считается одной из самых религиозных стран Европы. Влияние католической церкви там необычайно велико. И правящие консерваторы активно используют тему веры для сплочения своих сторонников. Миллион просмотров меньше, чем за шесть часов. Через трое суток уже 10 миллионов. Спустя неделю – почти 20. Двухчасовой документальный фильм «Братьев Секельских» и «Педофилии» в католической церкви не отпускает зрителей. Я хочу вас спросить, зачем? Нас было больше не только я и Моника. Были. Были еще. Но я не скажу, кто. Бог справедлив, и я боюсь его правосудия. Правильно, правильно боитесь. На вашем месте я бы тоже боялась. Фильм лежит в открытом доступе на Ютубе. Его смотрят и комментируют из разных стран. Особенно бурно обсуждают в самой Польше. И потому что фильм местный, и потому что роль церкви тут всегда была особой. Еще ничего и никогда не вызывало таких эмоций и перемен в польской политике и журналистике, как это сделал фильм «Братьев Секельских». Этот фильм берегит раны, перевязанные, но пульсирующие раны. Правдивость обвинений всерьез не ставят под сомнение. Споры идут о другом. Должна ли вся церковь отвечать за преступления отдельных своих служителей? Которые на множестве примеров показывают, как церковь заметала мусор под ковер. Якобы каждый, кто критикует церковь за педофилию, является ее врагом. Абсурд. Критикуют люди, желающие церкви добра, желающие ей очищения. В ответ на критику возражение о том, что коллективная ответственность недопустима, о том, что педофила есть не только в рядах церкви, но именно о священниках почему-то говорят особенно громко. Даже на Нюрнбергском процессе шла речь о персональной ответственности. Те же люди, которые нападают на католическую церковь, превозносят романа Поланского. Скандал не первый и для церкви, и для Польши. Но в этот раз он особенный, с политическим подтекстом. Фильм Тома Шеймарека Секельских вышел накануне выбора в Европарламент. И его активно продвигают противники консервативной партии «Право и справедливость», которая сейчас находится при власти. Активисты накануне транслировали фильм братьев Секельских на стены дома архиепископа Гданьска. Господин архиепископ, я хотела бы показать вам фильм о том, какой громадный ущерб нанесла церковь детям. Посмотрите с нами фильм о случаях педофилии. Такие показы устраивают по всей стране уже вторую неделю. Полиция по негласному распоряжению начальства их останавливает. Консервативные политики говорят о нечестной политической борьбе. Часть польских священников также возмущена, не смотрю чепуху. Клевета, война на уничтожение церкви. Но примас Польши публично извинился за преступления педофилов. Благодарю всех, кто набрался смелости рассказать о своих страданиях. Прошу прощения за каждую рану, нанесенную людьми церкви. Польские медиа внимательно следят за последствиями фильма. Сейм ужесточил наказание за педофилию. Церковь принимает меры против преступников. Прокуратура начала расследование. Пишут и о том, что скандал может стать приговором для партии «Право и справедливость». Далее в программе. Инаугурация народного президента. Реакция медиа и соцсетей Украины и России на вступление в должность Владимира Зеленского. Конец игры. Финал сериала «Игра престолов» вдохновил и разочаровал миллионы поклонников по всему миру. Эта неделя полнится новостями о выборах. Украине они предстоят снова, на этот раз в Верховную Раду. Старую своим указом распустил избранный и вступивший на этой неделе в должность президент страны Владимир Зеленский. Прямая трансляция его инаугурации стала самым важным телевизионным событием недели в Украине. Следили за ней и комментировали ее, разумеется, и в России. Взгляд медиа соседних стран на начало нового срока нового президента Украины. Прямые трансляции на украинском телевидении и подробные обсуждения на российском. Если инаугурация Владимира Зеленского сама по себе и не была большим шоу, то такое ее точно сделали медиа. Утром под парламентом невиданный ажиотаж. Наш количество представителей СМИ просто зашкаливает. Киевляне на инаугурацию нового президента собрались как на шонах. Несколько тысяч человек внимательно следят за церемонией. Владимир Зеленский идет в Верховную Раду пешком. Неформально общается с избирателями, фотографируется. Такой подход к официальной церемонии российским медиа окажется забавным. Летящей походкой или точнее в припрыжку Зеленский направляется в Раду. Как и полагается звезде, дает пять и делает селфи. Володимир Александрович в припрыжку, делая на ходу селфи, присягнул, наверное, украинскому народу. Путь к посту президента лежит через селфи. Ну, конечно, зашел и вышел Зеленский красиво. Прямо-таки как по красной дорожке Каннского фестиваля. Украинским каналам церемония показалась вполне уместной. А один плюс один, где транслируется шоу программы Зеленского, даже торжественной. Максимально торжественно под фанфарой и аплодисментой Зеленский появляется в зале. Согласно протоколу пригласили всех бывших президентов, кроме Януковича. Некоторые разногласия в украинских СМИ вызвало исполнение гимна и патриотизм нового президента. Зеленский поет государственный гимн. Он заметно растроган, когда звучит молитва за Украину. Исполняет гимн Украины, Зеленский пытается подпевать. Зеленский приносит присягу, получает булаву и удостоверение президента. Маленький конфуз. Документ упал с бархатной подушки, особого ажиотажа не вызвал. Его затмила инаугурационная речь. Первая речь Зеленского в статусе президента была образной и лаконичной. Главу государства 12 раз прерывали аплодисментами. Во время своего обращения Зеленский время от времени приходил на русский язык, и люди здесь в парке приветствовали это аплодисментами, а кто-то даже плакал. Удивило иных и озадачило, ошарашило, что в речи нового президента Украины ни разу не прозвучали уже привычные каждому украинцу слова «Россия», «Путин», «Акрессия», «Аннексия» и прочее, прочее, прочее. Тяжелый взгляд Порошенко. Сосредоточенные лица генпрокурора и главы СБУ. Не вспомнил о войне с Россией, заговорил по-русски, заявил, что распустит парламент, но при этом потребовал, чтобы депутаты утверждали то, чего захочет новый хозяин банковый. Из Верховной Рады и тоже пешком Владимир Зеленский отправился в администрацию президента. На «1 плюс 1» рассказали трогательную историю о том, как глава государства не позволил охране захлопнуть ворота перед избирателями. На критично настроенных каналах вроде 5 и 24 принялись обсуждать законность решения о распуске парламента. На российском телевидении уже привычно назвали украинскую политическую жизнь «балаганом», а нового президента страны – популистом. Все, как известно, познается в сравнении. Инаугурация тоже, как показала реакция социальных сетей на этой неделе. Вступление в должность Зеленского всколыхнуло воспоминания у пользователей «Рунета». А как все было у Путина, когда тот снова и снова давал присягу президента. Об этом, а также о массовом исходе журналистов газеты «Коммерсант» и «Умном доме патриарха» – традиционный обзор от Анны Шаманской. Инаугурацию нового президента Украины обсуждали и пользователи «Рунета». Многие сравнивали церемонию с аналогичной в России. Зеленский идет через живой коридор, пожимая руки, а Путин едет в кортеже. В твиттере пишут – это вместо тысячи слов. Пешком идет на инаугурацию, народ кругом, и Киев не перекрыт для людей. Дерзит Зеленский, дерзит. Все назло Кремлю норовит сделать. Но ракурс – дело важное. Людей к Зеленскому пустили не так уж и много. Особенно в «Рунете» обсуждали речь Зеленского. Многих зацепила цитата о том, что чиновникам нужно вешать в своих кабинетах не портреты президента, а фотографии своих детей. Цитату, правда, пользователи «Рунета» поняли по-своему. Чтобы никогда не забывать, что все накопленное нужно кому-то оставить. То есть каждый в момент получения отката будет глядеть на детей и думать – для вас же стараюсь. В Фейсбуке, кстати, шутят. У генпрокурора Чайки такой портрет, наверное, уже давно висит. В целом, среди пользователей «Рунета» царит такая себе атмосфера зависти. Зеленский невыносимо человечный. Прежде Путин в сравнении с Порошенко выигрывал в глазах российского обывателя. А теперь он явно проигрывает в сравнении с Зеленским именно в такой неофициальной дисциплине, как человечность. Правда, оптимистично настроены далеко не все. Мол, а не рановато восторгаться и, может, стоит немного подождать? Шоу – это хорошо, но гораздо важнее – будущая рутина. Но инаугурация закончилась, и внимание пользователей соцсетей переключилось на скандал вокруг газеты «Коммерсант». Из редакции добровольно ушел весь отдел политики. После того, как двух сотрудников уволили за статью о возможной отставке Валентина Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. В Твиттере решение журналистов аплодирует. Сохранение человеческого достоинства и соблюдение профессиональной этики в современной России становятся формой протеста. С одной стороны, в соцсетях спрашивают, до чего докатились. Мол, раньше невинная статья о возможной отставке могла пройти незамеченной. С другой стороны, пользователи спрашивают, от чего журналисты ожидали. Если уж вы работаете на Усманово, то есть Кремль, то играйте по правилам. Хотите прыгнуть из царства необходимости в царство свободы? Тогда ни о чем не жалейте. И уж тем более о потерянном месте в газете Усманово. И владелец газеты Усманов, и Матвиенко отрицают свою причастность к произошедшему. Тем не менее, журналистика в России продолжает жить. Издание The Bell опубликовало расследование, согласно которому патриарху Кириллу строят резиденцию под Петербургом. За госсчет 3 миллиарда рублей там реставрируют Феодоровский городок, где и построят резиденцию для Кирилла. В такой лютой месте за Екатеринбургский скверик никто не ждал. В церкви же просят стройку резиденции не называть. Мол, там просто будет пространство для нужд церкви. В Твиттере этому особо не верят. И шутят. Кадила крутится, усадьба мутится. Да бабка молится, резиденция строится. Одной из главных тем в социальных сетях на этой неделе был финал «Игры престолов». Шоу, которое 8 лет удерживало внимание зрителей по всему миру, в том числе и в странах, где легально его не транслировали. За это время сериал неоднократно становился чемпионом по количеству пиратских копий. В Штатах финал «Игры престолов» посмотрели рекордные 19 миллионов человек. Но а сколько было зрителей по всему миру, посчитать невозможно. В России из-за наплыва желающих не выдержали сервера компании, транслировавшей шоу. В Китае американский сериал не смогли показать в прямом эфире из-за торговой войны с США. Но жаловались фанаты саги вовсе не на это. Возмущенные скомканной концовкой, они требовали от компании HBO переснять последний сезон. Шутливая петиция набрала больше миллиона подписей о том, как социальные сети прощаются с «Игрой престолов» в последние видео нашей программы. Было непросто, но мы обошлись без спойлеров. Министерство иностранных дел Чехии поздравляет Вестерос с окончанием многолетней гражданской войны. И ради этого мы все умерли? Что происходит? Это коммунизм? Когда хозяйка выгнала тебя со съемной хаты и снова повесила свои старые шторы? Лучше б вы оставили меня мертвым. Совсем. Что мы говорим HBO в понедельник? Отменить подписку! HBO и трое фанатов, которым понравился этот сезон. Хейтеры, отправляйтесь спать. Это была крутейшая серия. Большинство из нас после последней серии. Народ жалуется, но посмотрите, что считалось хорошим сериалом про драконов в нашем детстве. Жду не дождусь, когда выйдет книга. Хочу знать, чем на самом деле закончится Игра престолов. Их дозор подходит к концу. Мы узнали, чем все закончится. Самое замечательное из сестер. Веселое было десятилетие. Ни на что не поменяю ни этот опыт, ни этих людей. Спасибо фанам за любовь к нашим героям, за то, что вы поддерживали сериал до самого конца. Дорогие фаны, огромное вам спасибо за то, как внимательно вы следили за нашей работой. Без вас нас бы не было. Смотри ВОБА. Программа о новостях и тех, кто их делает. О фейках, о сенсациях, о невольных ошибках и сознательных манипуляциях. Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке. Будьте внимательны и смотрите ВОБА на канале Настоящее Время. Увидимся через неделю. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok